Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очередная дискуссия в гостях у ландшафтного дизайнера, арт-директора архитектурно-ландшафтного бюро Гринс Виктории Сомьиной. Мы у нее в гостях. У нас в гостях также ландшафтный дизайнер, заводчик, я бы сказал, даже пионов, который не пригласил меня в этом году в гости, но мы решили отыграться, так сказать, в нашей зимней серии игр «Что, где, когда». Поэтому рад очень видеть тебя, Наташа, Наталья Завидий. Здравствуйте. Да, и сегодня у нас будет замечательная беседа, мы будем разговаривать о садовых трендах, которые, как ни странно, меняются. У нас примерно как там ежегодно меняется мода, но походу стоит белый свет. У цыганки со старой колодой хоть один найдется клиент. Я так понимаю, что да, все уже в курсе про новую волну, что это такое, все в курсе про злаки, что их надо сажать. А может не надо? А может не надо? Потому что, ну да, очень многим не очень-то и хочется это все делать, вот поэтому я думаю, что мы примерно с этой истории и начнем, поскольку вы общаетесь с клиентами чаще, чем я. Я общаюсь в основном с теми людьми, которые не очень хотят обращаться к ландшафтным дизайнерам, потому что немножечко вот всего вот этого боятся. Да, можно я скажу тогда для начала, да? Я, наверное, бы сказала так. Вот, Вик, давай определим, что такое идеальный клиент. Вот я тебе скажу, что я понимаю под определением идеальный клиент. Это тот человек, который знает, что он хочет. Вот мне так кажется. Потому что зачастую, зачастую, что у нас происходит? Мы приходим, человек абсолютно растерян, он строит дом, да, у него там уже очень много-много-много всего сил ушло на строительстве дома. Приходит ландшафтник, показывает красивые картинки, да, и заказчик очень часто говорит, да-да-да-да, все хорошо, все устраивает, все хорошо. А потом начинается, да, то есть мы делаем проект, вроде бы мы его утверждаем, но вот я не знаю, как у тебя, у меня это достаточно часто бывает, что мы утверждаем проект, потом начинаем, он потом входит во вкус. И зачастую от того, что мы сделали сразу, первый раз, там, ну, достаточно большая часть уходит. У тебя такое бывает? Слушай, ну, знаешь что, насчет идеальный клиент, тот, который хочет, что он знает, что он хочет, да, я бы сказала так, с поправочкой, он говорит о том, что он хочет, потому что, да, есть такая часть заказчиков, которые действительно знают, что они хотят. Да, да, они платят деньги дизайнеру, и очень сильно ждут, что дизайнер за эти деньги влезет клиенту в голову, вынесет оттуда информацию, что же клиент хочет, и это воплотит. Но это так не работает. Это я, кстати, это я. Знаешь, я такой клиент, я когда прихожу в парикмахерскую, мне спрашивают, как вас постричь, я говорю, вы специалист, вам сверху виднее, постригите красиво. Ни разу, как ты можешь заметить, практически не получилось красиво, и, наверное, что-то со мной не так. Слушайте, ну я вам скажу другое, я знаю вот сто процентов, что все заказчики лично мне говорят, мы хотим, чтобы мы не ухаживали в саду, например, понимаешь, да, то есть когда мы начинаем говорить, ну в квартире вы тоже там не убираетесь и так далее, да, ля-ля-ля, то есть, конечно, все хотят сад легкого ухода, это первое, наверное, что они хотят, и чтобы было, конечно, красиво. Слушай, ну вот у меня зачастую просят все-таки, чтобы было красиво, вот прям так и говорят, чтобы было красиво. Насчет ухода я всегда сразу говорю, что это больше маркетинговая уловка, чем истина. Да, естественно, мы можем минимизировать уход, да, но свести его к нулю, ну мы уже с тобой это обсуждали, да, что есть герои, наши коллеги, которые прям продают даже вебинары. в соцсетях, сад безходовый. Ну такого же не бывает. Причем они стоят таких приличных денег. Многие верят, так сказать. Ну, покупают, да, 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 вот, но это, конечно же, просто голый маркетинг. Ну это вот, Юрий, ты опять же таки перекладывала на мою историю. Он, кстати, проистекает как раз-таки от главного тренда современного, ну давайте разберемся, что такое мода и что такое тренд, да. Мода – это мода, это что-то мимолетно пришло и ушло, да, например, как салфеи. Мода, я так понимаю, это то, что предлагают в продаже, а тренд – это то, что покупают. Нет, абсолютно не так, нет. Тренд – это устойчивая тенденция, это не мода. Тенденция в чем? Тенденция – это в чем угодно вообще. Ну, то есть, например, как воспитывать детей, да, есть тренд определенный. Нет, но это тенденция среди заказчиков. Нет, это в обществе, это в обществе, тренды общемировые причем. То есть тренд на тот же самый натургарден… То, что он носится в воздухе. Зачастую это раскрученная тема, ну, то есть иногда это действительно… Слушай, поколения сменяют друг друга, и вот миллениалы, которые сейчас вот входят, да, в свою такую как бы активную фазу, это те, которые родились там от 85-го, по-моему, года до 2003-го года, это вот поколение Y, миллениалы. Они уже за экологичный подход. Мне они очень нравятся. Они сортируют… Это группа клиентов. Они знают, что им нужно. Они пытаются беречь природу, и, соответственно, вот этот устойчивый тренд на природный сад – это как раз-таки проистечение вот этого. Тут мы никуда это не изменим. Оно будет идти, идти по нарастающей, потому что следующее поколение, они будут уже нашу планету спасать. То есть этот тренд, он уже никуда не выветрится. То есть ландшафтные дизайнеры будут работать в основном именно вот в этом направлении. Это будет природный сад, и он же малоуходовый сад. Мы никак отсюда не денемся, никуда. Но это, скорее всего, как прием работы. То есть стилистика, она… в ней можно плавать, естественно, что не обязательно, что это именно только лужок, да, не обязательно. Газон. Газон как раз он менее экологичен. Мы, кстати, с тобой это обсуждали. Ну, по сравнению, мы сравнивали газон и лужок. А можно же сравнивать вообще, в принципе, с различными… Ну, древесно-кустарниковые и многолетние, они все-таки более экологичны, чем газон. Ну, газон, потому что это монокультура, по сути. То это не экологично в плане того, что это действительно… Там нет биоразнообразия, да. Искусственная, искусственный элемент в саду, который требует неимоверных усилий и физических, и экономических, да, для поддержания. То, что мы зачастую… То есть, как вот я всегда говорю, то есть мы вам привозим рулонный газон, который выращивался профессионально два года. Со всеми вот этими вот историями, с постоянными обработками, с постоянными подкормками. Да. Мы его стелим на ваши, и дальше получается… Или мы пляшем вокруг него так же, как в питомниках, или мы получаем то, что мы зачастую получаем. Лужок. Лужок, да. Но тоже, опять-таки, мы же с тобой тоже говорили на эту тему, что мы не можем лужок сделать так же, сделать его, как и газон. Там абсолютно другие технологии. Да. То есть, мы можем сделать запущенный газон, но это не лужок. Это совершенно разные вещи. Нет, но луга бывают разные, да. Тут у нас получится лужок на заведомо более плодородной почве, потому что мы по стандарту должны под рулонный газон положить суглинок. 20 сантиметров. Ну, хорошо бы. Ну, ладно, 15. Ну, ладно, 10. У кого сколько денег? Да. Вот. И, соответственно, это будет такой очень богатый лужок. С одуванчиками бесконечными. С одуванчиками, с крапивой даже. То есть, все то, что любят пожрать, со снытью, они все туда придут. Да. Вот. А чтобы получить... То есть, если риск, что наш лужочек проведет в пустыречек? Нет. Ну, не совсем. Нет. Ну, в основном это будут одуванчики в нашем климате очень много. Клевер придет, конечно. Вот, который потом. Ну, то есть, это такое вот будет разнотравие. Вопрос, готов ли заказчик вот это вот видеть у себя. Он-то помнит тот газон, который он купил. Ну, когда-то, причем за приличные деньги. Да, да, да. Понимаете, в чем дело? А что такое лужок? Да, то есть, мы же должны ему дать отсеяться. А это, извините, полтора месяца такого очень странного вида на участке. Слушай, ну... Я так говорю. Давай так, что в коммерческом саду, да, то есть, в частном саду, где ландшафт делают специалисты, да, заказчик платит деньги, да, и за это ему делают, ну, если мы про лужок, да, давайте опять, ну, прям конкретно про лужок, да, значит, конечно, никто сеять лужок не будет. Он не будет ждать год-два, когда этот лужок наберет силу, потому что лужок примерно столько же и будет набирать силу, как и рулон и газон. Вот, и там, скорее всего, что это будут растения в П-9, то есть, это небольшие. Самые крупные горшочки. Ну, 9 на 9 сантиметров, по-моему, они так и есть, да. Почему П-9? Да, понятно, что мы привозим не только П-9, мы привозим то, что мы находим, потому что, к сожалению, ассортимент для лужка, его собрать довольно сложно. То есть, мы везем из Ленинградской области, из Московской области, из Тульской области, из Орловской области. Это все, мы собираем этот лужок. По травинке, так сказать. Игорь, ну еще давай заметим, что самое-то сложное найти те растения видовые, которые у нас вот в область. То есть, если мы говорим о П-9, то это все равно будет часть сортовых растений. То есть, это такое, как бы, ну, все равно искусственно созданное. То есть, мы не можем воссоздать один в один лужок. Конечно, нет. Да, потому что, ну, просто у нас нету... Ты знаешь, ну, нашему заказчику и не нужен совсем лужок-лужок. Мало того, мы можем создать его, используя вот эти вот хитрости, да, когда мы используем определенное растение, продлить цветение. Да. Да, потому что у нас, если мы будем пользоваться только местными видами, то у нас и цветение будет только в июне, ну, и там немножко в июле, а дальше сено, извините. Два основных тренда – это малоуходовый сад и сад в природном стиле. На самом деле, это один тренд, только, ну, два его ярких проявления. И уже экологично еще. Да. Даже три. То есть, человек, который просит малоуходовый сад, сам того не осознавая, просит сад в природном стиле. Потому что те биоцинозы, сложившиеся в природе естественным образом, если мы их можем воссоздать на конкретном участке, они будут максимально стабильны. Тогда те растения, которые туда подселяются, они не будут там сорняками. Тогда большей частью поглощение одного растения другим не будет выглядеть чужеродно и не будет требовать от нас какой-то очень серьезной коррекции. То есть, нам не надо будет кверху пятой точкой стоять над этим, над этой клумбой каждую неделю, там, раз в две недели. Вот. Поэтому эти два основных тренда, по факту, один тренд. Три. Экологичность. Экологичность, малоуходность, природный стиль. Это все простекает одно от другого. Это общая тенденция такая, да, которая, три ярких проявления ее, они вот таким образом. Еще четвертое есть, что максимально природные материалы. Но тут можно сказать, что так как мы, у нас практически все материалы, они природные. Единственное, что неприродные, это бетон. Я бы даже сказал, что пластмасса. Я могу сказать, что бетон, он все-таки нейтрален. То есть, он экологичен, по большой части. А все остальное, это дерево, это металл, это камень. Куда уж более экологично. Поэтому тут уже мы в постоянном тренде. А я вот еще хочу сказать по поводу того, что все-таки важно, чтобы человек знал, что он хочет. Вот у меня был совершенно конкретный случай. Я приезжаю на участок, человек говорит, я хочу жить в лесу. И у него действительно достаточно большой участок в лесу. Лес там в основном из ели и сосен. Но вы понимаете, это в чем дело? Мы хотим жить в лесу, но по своим законам. По законам человека. То есть, мы хотим, чтобы это вроде как и лес, но не лес. То есть, если мы хотим жить в лесу, тогда давайте подчиняться законам леса. Понимаете, как интересно? А у нас получается, то есть, это уже не лес, это уже парк. А у парка там другие совершенно законы, чем у леса. И другая эксплуатация. Абсолютно другая эксплуатация. Я хочу жить в лесу, мне нравится. Я не хочу удалять деревья. А что такое не удалять деревья в лесу? Особенно, если там достаточно много елей. Дальше мы приходим к ельнику, где уже расти ничего не будет. Поэтому, собственно говоря, тут тоже это очень важно. То есть, где мы хотим жить? И что мы хотим от участка? Или, например, второй случай. Мы хотим прекрасный огород, мы хотим выращивать пионы, мы хотим выращивать розы и покупаем участок в сосновом лесу. Ну, тоже, да? То есть, как бы, вот это же тоже нужно об этом думать. И мы будем плясать там, устраивать непонятно что, вырубать сосны для того, чтобы посадить пионы. А может быть, нам купить просто участок другой? Ну, розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Ну, это да. Ну, вот с пионами там все будет сложнее. Ну, девушки, мне кажется, что это ваша задача научить своих потенциальных заказчиков и клиентов немножечко ориентироваться и в трендах, и в том, что они хотят. Вы вот как-то людей готовите, вот когда вы начинаете с ними эту беседу, выясняете о том, что они хотят, а они на вас молчат. Вот так вот злобно молчат. Ну, потому что, возможно, им надо что-то... Слушай, ну, тут вообще сложно. Я сейчас скажу то, что многим не понравится. Естественно, мы на первой же встрече стараемся очень откровенно вот эти вопросы обсудить. То есть запрос заказчика, насколько он соотносится с архитектурой дома, с условиями, которые есть на участке, да, с микроклиматом участка и с тем ландшафтом, в котором вообще этот участок находится, да, что вокруг него. Если мы не видим взаимопонимания, то тут два варианта. Или мы понимаем, что есть какое-то компромиссное решение, которое мы будем предлагать, и тогда мы сотрудничаем. Если мы видим, что все, что мы будем делать, оно будет очень мимолетно, то есть в течение трех-четырех лет этот сад начнет погибать, то, конечно, мы откажемся и от этого объекта, и от этого заказчика, потому что это путь никуда. Но я хочу сказать, что это очень редко. То есть в основном люди, которые заказывают ландшафтных специалистов, они готовы слушать, готовы слышать, готовы менять свое мнение. Потому что вот то, что сказала Наташа, да, что покупается сосново-юловый лес, и потом есть желание там устроить усадьбу с розами, с липами и с огородом, это очень частая штука. Вы понимаете, это все потому, что существует интернет, существуют выставки Челси, существуют сады от кутюр, где мы видим, собственно, растения, которые цветут в разные времена года, а не цветут в один день, и сочетаются различные биотопы, и все это... Слушай, ну мы стараемся работать с заказчиком, то есть мы не сдаемся. Но если мы уже видим, что переговоры зашли в тупик, то лучше, конечно, отступиться. Но я что хочу сказать. Обычно все-таки, что когда заказчик покупает такой елово-сосновый лес, он ему понравился, он же не просто так его купил. Бывают, конечно, случаи, что вот рядом купил партнер по бизнесу, и я тут купил. Только поэтому. Но если ты купил вот этот участок, потому что он тебе понравился, если тебе предложили то, что хорошо сядет и хорошо будет жить на этом участке, скорее всего, что такой заказчик согласится на эту концепцию, и сад будет именно таким. То есть тут еще мотивация заказчика очень важна при покупке. У меня такой вот вопрос. Мне кажется, что ситуация немножечко поменялась в этом году, когда у нас в Новой Голландии всем известное ландшафтное бюро создало замечательный такой весьма необычный сад, в котором, собственно, все перечисленные тренды реализовались. И, мне кажется, люди, увидев вот воочию, это не на картинках, не в интернете, не в каталогах, а сходив в эту Новой Голландию и увидев это, они немножечко начали представлять себе все, о чем вы говорите. Было такое? Было. Даже мне уже говорят, мы хотим сад, как в Новой Голландии. Было такое. Да, но другое, что, в общем, конечно, это, во-первых, общественное место, да, во-вторых, зачастую они сходили туда на пике цветения, понимаешь, вот если бы они там постоянно бы были, да, то есть, в общем-то, то, что я к тому, что то, что хорошо для общественного сада, не всегда хорошо для частного сада, мне так кажется. Но общественный сад очень хорошо работает на формировании тех же самых трендов. Да, тренды уже немножечко меняются, потому что нам, сама знаешь, достаточно тяжело вот этот Натургарден на самом деле вводить, ну, как это уже очень часто говорилось, потому что если в Европе на том же Челси мы видим какой-то покошенный заборчик, там какие-то сорнячки, там, грубо говоря, пырей со снытью, и это красиво, да, потому что у них там более-менее все ухожено, а у нас таких Челси, в общем-то, зачастую там по обочин дорог очень много, и люди хотят, наоборот, какого-то более ухоженного сада, наверное, потому что вот мы с тобой, когда были на семинаре, я вот помню, что Таня Мут говорила, что вот она в те же Натургарден пионы вводит, помнишь? Да. Ведь это не просто так, это не просто так, потому что люди все равно хотят большого красного цветка. Я, да, я, конечно, принадлежу. К сожалению, да. К сожалению, да. К сожалению. Но она какие вводит? Она разве молочных цветов? Она вводила ито-гибриды, на самом деле, ну, потому что, чтобы осенью было хорошо, то есть, да, там ито-гибриды были введены в ее луга. Ну, а они, по-моему, там они монувидные же у нее или нет, или вообще? Ито-гибриды нет, почему? Обычные? Я, по-моему, сорт не говорила, но мне кажется, там, ну, такие, как бы, дабл, да. Ну, вот вы мне скажите, как вам, в принципе, такая идея, прежде чем, вот, взять у клиента заказ и начать его реализовывать, послать его не в интернет, а послать его, вот, например, в Новоголландию? Или, может быть, у нас в Петербурге есть что-то еще менее маркетинговое и расходное? Слушай, ну, ты так говоришь, как будто наши клиенты слаще морковки ничего не ели и нигде не были, как в своем дворе или в парке Победы. Ну, извини, наоборот, там постоянно просят посадить глицинии. Я думаю, что ты тоже сталкиваешься с этим, потому что мы покатались по Европе. Потому что это менталитет в том, что он считает, что на его участке может расти то, что росло у его бабушки в Амшинской. Если мы ему говорим, что, вот, смотрите, мы можем сделать так. Я помню, как одна моя заказчица, когда ей прислала альбом настроений, как может выглядеть ее сад, это вот в самом начале мы только начали работать. И я ей отсылаю в WhatsApp вот эти фотографии, и она мне пишет, ну, это просто космос какой-то. То есть люди даже не представляли, что это может быть, а это может быть. То есть не потому, что у людей плохой вкус или еще что-то, а они просто не видели этого реализованного здесь, в Санкт-Петербурге. Только поэтому запрос бывает такой. То есть иногда нам не надо даже спорить и бороться. Люди готовы к этому и ментально, и эмоционально, и культурологически готовы к этому. Просто они не понимают, что это действительно возможно. А это возможно. Но, к сожалению, нам больше, кроме как Новой Голландии, в Петербурге некуда послать. Да, так понимаю, человек. Слушай, ну ты понимаешь... В Петергофе не пошлешь, собственно. Ну почему? В Павловск тоже. Кстати, нет. Я хочу, что даже пошлешь. В Петергофе каждый год разный дизайн парадных цветников из однолетних. И иногда он очень даже хорош. То есть они переняли вот этот тренд, который пошел еще из Версаля. Там тоже каждый год же. Они же сменяют даже трижды. За сезон сменяют однолетние свои, которые в портерах. И там уже давным-давно современный ассортимент. И там совершенно нет такой вот обычной классики, которая там еще с 50-х годов 20-го века. Который вот у нас и в Летнем саду, и в Александровском, собственно. Но Летний сад, нет, сейчас уже там совершенно все по-другому. Давайте вот о чем еще поговорим. О посадочном материале. То, что на самом деле, вот только что сегодня прочитала, что у нас закладывается еще один питомник Туй, 50 гектар. Как тебе вот это? Потому что, например, вот только что приезжала гостья-подружка. Первое, что она сделала у себя на новом участке, где прекрасные ели, прекрасные сосны и березы, мы сажаем живую изгородь из Туй. А почему? А потому что делают так все. И потому что так у соседей. И потому что это самый, пожалуй, дешевый посадочный материал. То, что мы можем купить. Может быть, именно от этого люди толстят? Ну, это тоже. Мне кажется, что у Туй есть неоспаление преимущества. Они недороги. Они быстро растут. У них высокая приживаемость. Они декоративны круглый год. Ну, вот скажи, что может сравниться с мочевыми моими? Да, в недавнего времени ничем не болели. Да, опять же. Ну, да. Ну, согласитесь, все-таки, ну, да, да. Желательно не голубые. Ну, естественно, нет. Но их гораздо сложнее стричь. Они дороже. Они, да, они, ну, Туй, да, да. Ну, они дороже. И их не купить. То, что ты купишь, извини, воби маленькую Туй, там, за какие-то смешные деньги, то елку ты обыкновенную не купишь. За такие деньги. Ну, елки копают. Елки, наверное, копают. Ну, елки копают. Не будем говорить об этом. Да, да, да. Все-таки. Это делают все, да. Не все. Ну, кроме, да, кроме вас. Остальные все. Ну, у меня вот на участке выкопали. Да, да. Некоторые даже выкапывают. Соседей. Елки из участка от Ализавидии, да. Ну, поэтому, мне кажется, что Туи, они продиктованы тем, что вот это как бы такой must-have. Это просто удобно, практично, надежно. Ну, потому что, понимаешь, вот получается, что везде Туи, мы сажаем Туи. Везде стали продавать котовник, мы сажаем котовник с Карл Фостером и Шалфеем. Вот это вот уже мода. Давай так, это не тренд. Это уже мода. Это уже мода, да. Карл Форестер, да, слушайте. Вот как мы смеялись, да, когда в Испании мы видим опять Шалфей. Это еще бог с ним, но мы видим опять Эхинацею. И это выглядит совершенно дико. Абсолютно. Где-то там на каком-то... У тебя, Вика, тут как в зоопарке. Ну, извини. То тюлень, то овень. Да, замечательные животные у Вики живут в этой квартире. Живут. Девочки, я хочу немножечко завершить нашу беседу, поскольку мы уже, наверное, превысили получасовой лимит. Все вырежем. Пока мы не замучили наших зрителей, пусть они оставят нам вопросы, вам, конечно же, вопросы. И мы, может, более подробно остановимся на чем-то отдельном. Может, кого-то действительно беспокоит, как выражаясь словами Виктора Тропченко, затуячивание садов. А может быть, кого-то беспокоит. Вот веник Карл Форестер, которого в последнее время, мне кажется, тоже стало как-то много. Абсолютно. В общем, поговорить о трендах, о моде и о том, что волнует именно вас в ваших садах, хотим мы с нашими замечательными экспертами. на этом все. С вами был канал Европанк Лайф и Наталья Завиди и Виктория Сангиналов, ландшафтных дизайнеров. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!